4 декабря минувшего года была подписана информационная стратегия по полноправному включению людей с инвалидностью в жизнь общества. Основной задачей прошедшего тренинга для представителей средств массовой информации Бреста и Брестской области, который состоялся накануне, была выбрана проблематика грамотного освещения данной тематики. Представители Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам в тандеме с пресс-клубом «Беларусь» сделали акцент на внедрении стратегии в жизнь. Мы уже делали несколько таких тренингов в прошлом году для продвижения данной стратегии в Республике Беларусь. Мы провели 5 таких, скажем, вводных тренингов. Даже это было не сколько тренингов, а просто продвижение самой стратегии для региональных журналистов. Сегодня, и это не первый, не единственный тренинг, а их 5, мы делаем уже непосредственные тренинги, то есть практический курс для журналистов во всех областях Республики Беларусь. В феврале в таком тренинге приняли участие журналисты Минской области. 21, 26 и 28 марта подобные тренинги пройдут для журналистов Гомельщины, Витебщины и Могилевщины. Все регионы Беларуси будут задействованы. И, конечно, как на встрече с журналистами Брестской области будут рассмотрены насущные вопросы. Терминологии в освещении – стандарты информационной стратегии взаимодействия с людьми с инвалидностью. Проблематика терминологии в СМИ занимает лидирующую позицию тренинга. Как только не называли людей с инвалидностью, и люди с ограниченными возможностями, и инвалиды, и глухие, и слепые, терминология разная. Все-таки сейчас мы пришли к единому мнению, что это прежде всего люди, а потом уже приставка с инвалидностью. Организаторы тренинга утверждают, что инклюзия начинается с изменения нашего мышления на равных началах. Мы не решаем за человека с инвалидностью, а поддерживаем его в самостоятельном принятии решения. И самое главное – не следует создавать особых миров для людей с инвалидностью. Нет понятия о ней. Есть только мы. И внешние различия не играют никакой роли. Люди, которые находятся в каком-то социально неравноправном изначальном положении, я думаю, что они как раз стремятся к тому, чтобы их как людей воспринимали полноценными. И в этом сегодня задача стоит, чтобы мы воспринимали людей не как, как говорят, инвалидов, а это люди. Во-первых, люди с инвалидностью. То есть мы должны уйти, наконец, от того, чтобы человек был равен диагнозу. Наталья Луговкина, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.